Начинаем нашу после матчу пресс-конференцию. По вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Зенит» из города Пенза, Сергей Александрович Филипенко. Сергей Александрович, поделитесь с вами, пожалуйста, первыми впечатлениями о матче. Ну, во-первых, задача сегодня была не из легких, перед нами стояла, все-таки играли с лидером, с реальным лидером чемпионата. Команда играет весильный футбол, активный, большими силами идет вперед, атакует. В связи с этим нам нужно было решить несколько задач и нейтрализовать эту активность, агрессию, еще поставить свой футбол, что нам в первом тайме, в принципе, удалось. В первом тайме мы владели инициативой, мы ее перехватили в каком-то времени и контролировали игру. Обидные на пенальти, конечно, заработали совершенно ненужное время и неподходящая, конечно, индивидуальная ошибка. Угрока сыграла такую ключевую роль в сегодняшнем матче. Во втором тайме нам не хватило немножечко контроля, хотели больше контролировать мяч, но проводили быстро атаки, быстро теряли мяч и нарывались постоянно на встречные атаки соперника. Так, для болельщиков, конечно, второй тайм, наверное, был интересный, игра открытая была в обе стороны, но нам качество второго тайма не очень понравилось. Надо будет посмотреть. Есть над чем работать, команда практически новая, два месяца всего как создаем команду. Ну, я скажу, что я ребятам сказал спасибо за самоотдачу и вообще за то, что все-таки сила команды проявляется именно в таких играх, когда играешь с лидерами и когда ты ни в чем не можешь, не должен уступить, буквально мы этого не дали сделать, мы ни в чем не уступали, я считаю, играли на равных и моменты сильнее в чем-то были. И соперник, конечно, интересно играл, и особенно стандарты стандарты нанесли огромную угрозу для наших ворот. Вот. С этим мы справились более-менее. И я поблагодарил и сказал, что за эту игрота, игра, за которую, ну, честно говоря, за такое поражение не стыдно. Не стыдно. Значит, перед этим матчем у вас ровно вдвое очков между фахелом было, вот. И тем не менее моментами клуб «Середняков» возил единоличного лидера чемпионата, который, в общем-то, последние 15 минут там особо головы не поднимал. Готовы вы были? Не убоялись ли ваши ребята уже по ходу матча того, что вот с файклом там можно и играть на самом деле, да? Вот так вот. Может быть, это плохую службу со службой команды? Нет, я считаю. Во-первых, у нас опытные ребята. И они играли на... Вы знаете, некоторые в факеле играли когда-то. И мы в нормальном уровне играли опытные ребята. Никто ничего не боялся, не побоялся. Конечно же, подтекст матча был высокий, все-таки лидер. И он реальный лидер. И по игре, и по всем показателям. Конечно же, волнение там присутствовало. С этим не поспоришь. Я считаю, что они справились с этим делом. Немного в завершающей фазе атаки все-таки не хватило. Немного агрессии чуть-чуть мяч не доводили до завершения атаки. Подходы мы были, подходили и в штрафную входили, но чтобы завершить, чтобы выйти, а вот этого не хватало. Может быть, хладнокровия им чуть-чуть не хватило. Может быть, индивидуальных мастерствах, когда можно... Вот у ваших игроки они заходили за счет дриблингов, штрафную там, и создавали преимущество количественное, численное. Может, этого не хватило. Но, я повторюсь, я не могу претензий ребятам поделить. Только за эти моменты, которые, ну, просто нельзя, еще когда опытные игроки допускают такие ошибки, например, при пенальцах. Поражение в предыдущем туре домашнее от Лилиса допилом для вас не стало дополнительно при подготовке к этому матчу? Поражение как может стоять? Так ну как, стегулировать? Та игра была, она вообще сразу нестандартная, она пошла не на пятнадцатой минуте удаления, а на одного меньше стали играть тоже, один из лидеров тоже не, я считаю, тоже не зря находится в верхней части таблицы. Есть игроки хорошие, опытные в атаке там, и... Ну, пошла она не по запланированному нашему плану, игра сразу, пришлось перестраиваться. И играли в десяти ром, но играли нормально, мы играли хорошо, два момента они создали, один забили, один нет. Играя преимущественно у одного человека. И я им сказал, ребятам, что нечего на это даже обращать внимание, это, конечно, проигрывать, но нельзя ни в коем случае мы эту игру не проиграли. Но я не хотел, чтобы перед факелом, наоборот, эмоциональный фон как-то снизился. Наоборот, мы в последнее время набрали, и видно, что команда набрала ход, и сплачивается, и взаимодействие уже на поле, видны и более... Сыгранность появилась. Поэтому я им сказал, что ничего, надо готовиться к факелу. Нам предстоит сложный, но интересный матч. Продолжаем пресс-конференцию. Павел Путерьевич Гусев, главный тренер факела, готов ответить на ваши вопросы после того, как выдаст короткие комментарии. Матч, пожалуйста. Ну, пожалуй, наверное, эта игра была одна из самых сложных. Команда «Зенит-Пенза» такая, я скажу, добротная команда, ровная во всех линиях, организована, тактически грамотная. Я могу сказать, что две игры, наверное, пожалуй, там бол, и эта игра очень тяжелая. Но здесь есть нюанс, на которые хотелось бы сразу обратить, и с чем это связано. Это такая тяжелая игра была. Они стали играть в три защитника. В три защитника, насытив пять полузащитников. Три в опорной зоне, два фланговых. И при развитии атаки в грунтоподаче выдвигались два крайних полузащитника глубоко. И они высокий прессинг организовывали, перекрывая наших крайних защитников. Но мы сразу подсказали, что вот не через крайних защитников шел, а через крайних полузащитников. И здесь образовавшиеся зоны нужно было использовать. И поначалу было наше преимущество в этом компанике. В этом компанике гол забили, и еще атаки были хорошие, подходы были для скоростных действий хорошие. Потом со середины второго тайма у нас была до окончания первого тайма большая претензия центральным полузащитникам в плане организации, атакующих действий, в плане оборонительных действий. При том, что неправильно со всеми играли два наших центральных полузащитника при оборонительных действиях. Дубровин, Альшин, очень глубоко они прижимались по своей штрафной площади. И у нас получалось шесть в линию, а при насыщенной такой средней линии команды соперника весь подбор, весь вынос в борьбе подбирала команда «Зенит». Ну, скажем так, что реальных каких-то по ходу всей игры, реальных моментов, которые могли бы заканчиваться взятием ворот, по большому счету они не создали, но определенное, так в воздухе видало определенное напряжение. Второй тайм мы немножко перестроились, я сказал крайним полузащитникам, чтобы они заужали, дабы не было численное преимущество при оборонительных действиях. Мы заужали сюда в центр поля расположение, и игра уже смотрелась совсем по-другому, и были уже предпосылки для быстрых скоростных атак. Опять же, предпосылки были, хорошие выходы были, моменты, которые создавались, должны были заканчиваться. Ну, хотя бы один из тех моментов, трех моментов, которые были во втором тайме, должен заканчиваться взятием ворот. Ну, не хватило где-то и столовительского мастерства, где-то неплохо сыграл вратарь. В эпизоде, когда Кора, жаля в шедеврале, там, обыграл полкоманды, ворвался и подсекал уже, из пустых ворот выносил все. Такие моменты были. Но претензии, большие претензии к игрокам средней линии, что очень много технического драка было. Поэтому где-то игра так целостно не смотрелась. Были такие рваные эпизоды. И в плане обороны оборонялись числом и неумением. И за счет того, что игроки средней линии очень глубоко садились к линии нашей обороны. Пожалуйста, вопрос. В плане самоотдачи нет у вас претензий к игрокам, потому что показалось, что после забитого пенальти, как бы так, не то чтобы по счету играть стали, но как-то очень уж так, успокоились. Отдали инициативу. Ребята, да. Отдали инициативу, я сказал, за счет прочего. Вы говорили сейчас, да. Почему-то произошло. Эмоционально число. В плане самоотдачи нет претензий, потому что, ну, вы видели, и в борьбе, и лежа там пытались ребята все. Такое ощущение вот в последних матчах, что как-то вот малой кровью пытается, ну, да, там, забили мяч, все как-то так вот. И такая установка, может быть, так сказать, беречь себя. Ну, не беречь, беречь, что нам беречь. Ну, все, чего предстоит. Нам беречь себя нет смысла, потому что нам нужно набирать очки, и вот после сегодняшнего тура, с учетом тех результатов, которые есть, уже определенный, ну, скажем так, очковый задел, есть небольшой перед группой команд, преследующих нас, преследующих нас. Ну, я скажу, чем дальше, вот, по турнирной ситуации, ну, тура, чем больше туров, чем ближе к окончанию осенней части, будет все сложнее, естественно, что усталость накапливается все, и, ну, вы знаете, что ни для кого не секрет, что факел раздражительный, и все команды выходят с запредельной самоотдачей. А то, что «Зенит», вот конкретная игра, я говорю, она укомплектована достаточно, квалифицирована хорошими игроками, которые играли на уровне ФНРЛ, и некоторые играли еще два назад в «Факеле», да? Там двое, да, да, двое, которые тоже будут мотивированы, наверное, на мотивированный год. Ну, здесь, в организации игры, у нас выпали, ну, не в лучших кондициях, Саша Болонин находится, на которой я рассчитывал и рассчитываю, травма Бекетова, которой очень много в организации игры, связка Дубровин-Бекетов, очень много, так скажем, вели они игру. Как Бекетов восстанавливается? Восстанавливается, сделал еще, вот вчера он приехал с Москвы, он и Киреев. У нас получается, что четыре центральных полузащитника все выбрали, и тут приходится немножко, ну, то, что есть в наличии, варьировать составом, но, скажем так, запредельное желание и старание у Альшина, но, именно в плане организации игры есть небольшие вопросы к нему, да, Юра Дубровин тяжело, все игры без замены, играет нагрузка, обращаюсь. Именно в плане организации игры, если взять крайних полузащитников, и Турик, и Желяев, к ним вопросов нет, они и объем скоростной работы делают, и в обороне пытаются отрабатывать все. А вот в центральной части у нас проблема. Киреев травмирован, травмирован Бекетов, не совсем готов Болонин, поэтому здесь... Ну, поэтому и Альшина, в принципе, нападающего опустишь на полузащитника. Ну, да, получается, что он не совсем, не совсем характерная, ну, свойственная для себя позиция играет, и, может, не так ярко смотрится, когда на другой позиции играет он, нападающий или крайний полузащитник, у него хорошие скоростные качества, неплохой удар, все поэтому... И здесь, ну, где-то психология, наверное, срабатывает, что касается Альшина. Альшин, выходящий на замену, и Альшин, выходящий в стартном составе, скажем так, это немножко два разных Альшина, да, когда команда там подустала, все, он выходит, он выходит всегда с огромным желанием. А здесь в стартом составе немножко там тушуется, да, где-то немножко, ну, не хватает где-то и тактического, чуть-чуть кругозора все. Ну, дело наживное, Альшин молодой, я думаю, что все будет хорошо. Сушкин сегодня вообще... Сушкин, да, Сушкин, да. Но, опять же, нападающие зависимые игроки, да, и вот именно по первому тайму Сушкина было задание, с учетом того, что они играли в пять полузащитников, у него задание при обороне нужно было опускаться, чтобы не было численного преимущества в центральной части поля. И вот он объем работы делал, а то, что касаемо впереди, остроты не было, поэтому пришлось его менять. Редактор субтитров А.Семкин